По статистике за 60 минут в России проводят около 300 абортов. Если говорить о количестве вмешательств в год, то цифра подходит к полумиллиону. В республике же количество прерываний беременности снизилось в два раза. Самая страшная цифра была в 2017 году. Порядка 5000 малышей не появились на свет. Сегодня с беременными на малых сроках ведут большую работу врачи-гинекологи, психологи, социальные работники и священнослужители. Будущих мам поддерживают и материально, выплатами на питание и семейным капиталом. Эту работу оценила детский омбудсмен России. Анна Кузнецова отметила в своем телеграм-канале, что в нашей республике один за другим принимаются решения по поддержке молодых и многодетных семей. Вопросы профилактики абортов актуальны во многих регионах. Пока лишь в 10 регионах приняты конкретные меры по ограничению числа абортов. Важно отметить, что меры подобного плана включаются в региональную политику параллельно с мерами поддержки семей с детьми. На прошлой неделе республика вошла в число регионов России, где склонение беременных к аборту призвано угрозой для семьи, материнства, отцовства и детства. Под такими действиями понимается совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа или даже обмана. Не будет расцениваться как склонение к аборту информирование врачом о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности. Соответствующий закон принял Госсовет КОМИ. Закон, конечно, непростой. И очень большая подготовительная работа была проведена. И, как мы все понимаем, все законы, они из жизни. И сегодня у нас работает Центр планирования семьи, работают духовные наставники, которые сегодня видят вот эту статистику, когда женщина оказывается в трудной жизненной ситуации, когда ее заставляют в случае и склоняют к искусственному прерыванию беременности. Документ направлен в первую очередь на защиту женщин, в особенности первородящих, у которых прерывание беременности в 20% приводит к бесплодию. Многие женщины идут на прерывание беременности, потому что не замужем. И тот человек, который будущий отец якобы этого ребенка, склоняет ее к тому, чтобы она эту беременность прерывала. Но мы прекрасно понимаем, что 20% женщин после прерывания беременности становятся бесплодными. И понимаем даже то, что тот, даже мужчина не понимает, что, может быть, это единственный случай в его жизни, когда он может стать отцом. Потому что у нас достаточно много бесплодных и мужчин. Ведется большая агитационная работа против прерывания беременности. Плакаты и листовки в женских консультациях и огромные баннеры на улицах городов. Тем не менее, представители молодежного сообщества уверены, важно делать ставку на половое воспитание не только женщин, но и мужчин. Статистика показывает, что часто они становятся инициаторами абортов. Один из наверняка страхов молодых женщин – это остаться одной, без поддержки мужчины. Поэтому некоторые идут на такое действие, как аборт. И, наверное, стоит обратить внимание на то, что обучать нужно не только девушек, девочек, а и воспитывать их, но и мужчин, и мальчиков, в том числе, с самого раннего возраста, объясняя им ответственное отношение к женщинам, заботу о женщине, что беременность – это уязвимый период, в который женщина нуждается в большой и гласательной поддержке. Должны аккуратно с беременными общаться врачи и психологи, узнать, что именно беспокоит женщину, поговорить дружелюбно и без осуждения, помочь взглянуть на еще нерожденного ребенка именно как на человека, а не на проблему. К сожалению, женщины часто принимают решение о том, что они вот сейчас не хотят рожать, или не хотят вообще рожать, или уже достаточно детей, и идут на прерывание своей уже свершившейся беременности. Причиной этого, я считаю, одна из причин этому – это низкое понимание ценности внутриутробной жизни плода. И было бы хорошо, если бы в каждой женской консультации была возможность демонстрации вот такого муляжа, внутриутробного плода, вот это беременность раннего срока, на которой происходит прерывание беременности, чтобы женщина понимала, что беременность на раннем сроке – это уже человеческая жизнь, что малыш растет, развивается, и это нельзя допускать, прерывание такой уже развивающейся жизни. Еще раз отметим, в Коми созданы все условия для комфортной беременности, рождения и воспитания детей. В этом году значительно расширены меры поддержки. До 300 тысяч рублей увеличено размер регионального семейного капитала при рождении первого, третьего и последующих детей. При рождении первенства мамой, не достигшей 25 лет, региональный семейный капитал составляет 500 тысяч рублей. До 10 тысяч рублей увеличены ежемесячные пособия на покупку продуктов беременным женщинам и малоимущим кормящим матерям.